Не уходить куда-то в другую сторону, да, вот с светлыми волосами, девушка, правильно. Спасибо вам за ваш вопрос. Первое, что вы должны понять, что настрой на Господа означает привлечение ума. Ум привлекается к тому, что может привнести счастье. Мы не чувствуем от Господа счастье, мы чувствуем счастье только от своей жизни. Это называется влияние кармы. То есть карма для нас сейчас больше значения имеет, чем Господь. Но если вы слушаете голос во время молитвы того, для кого больше значения имеет Господь, тогда вы начинаете настраиваться на Господа во время молитвы. А если вы еще кланитесь тому, кто повторяет молитву с любовью к Богу, мысленно кланитесь к такому человеку, тогда Господь очень доволен в вашем сердце, начинает откликаться на вашу молитву. Потому что настраиваться на Господа означает отношения с Ним. Он должен откликнуться. Если он откликается, значит вы будете тоже чувствовать Его и думать о Ним. Это приходит со временем. Самое главное понять, что во время молитвы нужно служить. Например, я во время молитвы слушаю голос своего духовного учителя и кланяюсь его стопам. Пытаюсь как-то помогать ему, думать о том, что я хочу тебе служить, заботиться, помогать о твоей миссии. Ну то есть выполнять твои наставления. То есть молитва означает отношения. Если я повторяю любимое, 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 это не означает, что я не обращаю на неё внимания и просто слова говорю. Господь скрыт от нас в этом мире, но Он проявлен, лично проявлен через Свои представителей. Если мы поклоняемся представителям Бога, слушаем Его голос и сами повторяем с тем же настроением, что Он, тогда наше сознание фиксируется сначала на наставнике, а потом этот образ простостепенно приводит нас к образу Бога. Вот так надо настраиваться. Сидеть надо неподвижно во время. Хорошо. У вас есть какие-то вопросы ещё? Нет. Я рад вас видеть, Татьяна. Спасибо вам, что вы слушаете мои наставления. Как преодолеть страх? Это второй ваш вопрос. Подождите, не уходите. Вы должны знать, что страх – это природное свойство женщины. Любая женщина испытывает страх. Это обычное дело. И в этом нет ничего страшного. Страх – это просто реакция женщины на мир. То есть она очень чувствительна по природе, поэтому она испытывает страх. Страх уменьшается, когда есть защита. Защита увеличивается, когда человек думает о Боге и думает о наставниках, о старших. И очень позитивно настраивается на других людей, на всех. Страх означает незанятость души. Душа, когда ничего не делает, она боится. Нужно быть больше занятой в служении людям. Тогда страх проходит. Точно так же, как ощущение собственной неполноценности у мужчины, нереализованности. Точно так же у женщины страх. Это одно и то же чувство в разных телах. Мужчина тоже должен занят быть в служении, когда у него чувство собственной неполноценности проходит. А у женщины проходит страх. Захончиво. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего вам доброго.